ошибка разделения ошибка разделения это когда берется не обязательно все записывать кто сообразил уже отслеживать по учебнику значит главное главное не запомнить главное разобраться вот ошибка разделения это когда мы свойства всего целого приписываем каждому ему отдельно его часть когда мы считаем что один орган является телом то чем пишет первое послание коринфянам павел или допустим такое живые существа состоят из атомов живые существа обладают сознанием следовательно атомы обладают сознанием все это звучит может быть и смешно но есть огромное направление под видом христианства существующие учение тияра де шардена который говорит о том что мотив материю сознание заложено изначально и просто нужно чтобы эти разумные атомы в нужном количестве между собой объединились и постепенно значит из литосферы происходит биосфера из биосферы зоосфера из зоосферы уже про этом путем церебрализации кефализации значит происходит ноосфера сфера разума в конце концов от источки альфа створенный мир когда бы все было ничем придет в точку омега когда все станет всем или будет один единый вселенский разум на самом деле это типичное учение new age которая преподается под видом христианских идей христианскими терминологии свое время католическая церковь запретила тияру де шардена проповедовать вот но это вверх гуманизма еще больше значит сторонников ага прогрессивных выследили церковь преследует вот и по сей день очень многое на наша интеллигенция увлекается если не идея рериха по следующий будет на очереди тияр де шарден с его идеями прошу new age очень близок материализм то есть тот же самый материализм та же самая идея естественного прогресса плюс конфетка до духовная жизнь существует такая не рассказывается так и в достижении рассказывается но достигая ее сам значит и все это приправлено с цитатами из библии в этом его опасность обратная ошибка ошибка объединения когда есть свойства неких предметов эти предметы объединяются во что-то и мы свойства частей начинаем переносить на целое атомы легкие существа состоят из атомов следовательно существа легкие существа можно предпоставить слоны слоны состоят из атомов значит слоны легкие это обратная ошибка вот этой вот ошибки объединения когда если есть какое-то свойство вот мы это свойство частности при частности переносить целое а ошибка под названием потом значит поэтому если понятно что причина всегда предшествует следствие для нас ошибка что если мы знаем что одно событие предшествует другому событию для нас всегда есть опасность посчитать что это событие является причиной второго события а на самом деле это может быть просто совпадение на свое время в школах учили что благодаря победе великой октябрьской социалистической революции человек полетел в космос но политические перевороты это одно технический прогресса другое между собой как-то я считаю что зачастую политические перевороты наоборот тормозят технический прогресс это вопрос чё же полетел человек в космос там где великая октябрьской социалистической революции не было вот в америке и полетел на луну даже на чего у нас денег не хватил просто совершенно страна жила по материалистическим принципам и умерла тоже по материалистическим принципам деньги кончились кончились деньги то есть тот же самый продукт на луну требовал 20 миллиардов долларов до тот момент уже не было вот поддержание всей этой огромной системы там кгб армии прочих подавляющий собственно требовал огромных денег их уже не было и тогда лет это совершенно каждому будет дано поверье его верили что бытие определяет сознание за что боролись на то и напоролись вот есть философии даже такая такое направление позитивизм философии науки который утверждает что мы вообще не можем ничего знать потому что наука изучает причинно-следственные связи поскольку наше знание индуктивно признается слабость науки в этом то мы на самом деле нам только кажется что это является причиной этого может причина совершенно другая и таким образом вся наша наука это полный нонсенс потому что мы просто в своем собственном сознании связываем одни явления с другими явлениями думая что они являются причинами-следствиями и допустим можешь там такую проповедь что павел собрался идти из эфеса в рим но к этому времени значит подсутились архейские церкви собрали деньги которые полу в рим с собой тащить было не с руки и пришлось полу вот в итоге эти сша в противоположную сторону в иерусалим чтобы там второе послание коринфянам все это посвящено вот собирать компанию людей чтобы не было нареканий при обилии приношений вот он пошел в иерусалим там его арестовывают и в итоге насчет в рим павел попадает гораздо позже спустя четыре года еще и в цепях вот все это хорошо но мы знаем что павел своих планов его было служение святым собирание сбор приношений на нужды святых у нас этому предшествует и первое послание коринфянам и послание филиппинцам где он их благодарит за их приношения и таким образом павел все делает по плану от того что он сначала пошел в иерусалим а только потом отправился в рим вовсе не значит что значит одно является причиной другого это вот такая вот ошибка а ложная альтернатива ну скажи мне брат у тебя есть родители отец и мать а теперь вот пожалуйста честно вот все братья сестры не лукаве да или нет без лукавства да вот да или нет правда что ты больше не бьешь свою мать нет ты не лукаве да или нет буду будет ваше слово да да нет нет больше не бьешь свою мать вот вы христиане никогда от вас прямого ответа не получится то есть поставим вопрос вопрос поставить так что на него в принципе невозможно дать правильный ответ я то чего я своих детей учу если вы не хотите получать глупые ответы не задавайте то есть если человек отвечает да то получается что раньше бил если если человек отвечает нет продолжает бить вот не про то есть данный вопрос не дает вот дары две альтернативы но эти две обе альтернативы являются ложными ни один из них не является правильным вот это то очень часто к чему у нас подводят перед нами стоит выбор либо сделать поступить так или поступить так вот какой выбор либо значит нет не принимают не принимают эти самаряне значит слово божье что нужно сделать огонь и серу на них иисус говорит нет пойдем другой силу да просто пойдем другой силу то есть есть некая реальная альтернатива которая готовы ученики просто в данный момент не видят как иисусу подходит и говоря что нужно нарушить государство и законы закон моисея вот два случая с уплатой налога в кесарю который мы уже говорили вот и второй случай с женщиной которую застали в привык любодеяльных если иисус говорит да надо побить про камнями все он нарушает закон государства потому что он не имеет права вносить такое суждение без присутствия римского гражданина шли если говорит не надо ее побивать камнями он нарушается контактных сей безвыходная ситуация ты малиум глушку слышалась не меня фомалю себя выплывала потому что вы таким образом свидетельствует о себе такие вы где твои обвинители потому есть женщина нет ни одного все ушли то есть ему предложены вот эти две альтернативы что обязательно должен что-нибудь нарушить но иисус то знает что закон закон моисеев это не цель лишь путь к этой закон дам для того чтобы осуждался грех и вот он закона поступает законно вы решили по закону грех осудить прекрасно кто первый точно так же как то что мы говорили с податью кесарю вы хотите разобраться что кому реально отдавать надо ну вот давайте разберемся на чем стоит образ кесаря то и давайте кесаря на чем стоит образ божий давайте бога давайте монет как бы сказал да и священник достает с изображением то есть слышал что нельзя было носить изображение получается изображение кого-то кесаря то есть они сами себе получаются но кс как дело было не в храме не новый идея вообще хороша подумать насчет нее но дело было не в храме священник был не на службе он не освящен был для слушания и на рынке он мог торговать любой монет другой вопрос что там очень интересно помните когда иисус выгоняет торгующих из храма еще очень интересный момент очень важный политический приходит молодой еще неопытный малоизвестный праве провинциальный храм а там бизнес идет так ром то есть ты ладно уже эти динарии языческие монеты понятно для того чтобы их что имя нельзя приносить приносить дар господу их нужно обменять на шекер на чистые но если ты приходишь со своими шекерами откуда мы знаем чистые твои шекели или нет а вдруг за эти шекели там этими шекелями за убийство платили как и допустим в случае суда или они там есть возле свинины лежали прочее мы но мы идем те навстречу мы значит ты хочешь 10 платить там 100 шекелей прекрасно мы твои 100 шекелей нечистых поменяем на шекеля чисто один двум представить выгода рубли на рубли меня без проигрышный бизнес и тут приходит какой-то значит плотник провинциальный учитель берет плетку и начинает их оттуда выгонять почему руку никто не установил ведь все присутствующие были против того что он делал но а я написал этой пищи первый первый приход храмов не соблюдается но если мы пытались но если мы будем пытаться согласовывать это то выяснять что он дважды это дело если он будет гармонизировать писание просто марк пишет о том что он петр рассказал он пишет то что на самом деле два разных события и они отличаются вот но не об этом сейчас разговор надо войти сторону подменять понять почему никто его не остановил как-то объяска были отличаемые потому что они знали что он неправильно делать слова которые говорил иисус он говорит что дом мой дом молитву назовется ну понятно да и слова хорошие но вот вот именно что они знали но они уже забыли власть иисуса была власть истины то есть при этом все были против но все понимали что он поступает правильно истина это сила почему все так любят ужасное кино брат брат 2 в чем его лукавство что указывается насилие беспредел там своеволие прочее но красивый лозунг сила в правде вот и всего да все в чем в чем сила брат сила в правде все хватают от красивый лозунг как как крючок на этот крючок пошел вот вам правда но но сила то действительно в правде и поэтому все хотели бы его и арестовать и убить тут же на месте прочее напоминаю что он то про он поступает правильно вот и вот это их раз властью истинного и действовать потом это мы возвращаемся помните потому что мы говорим об абсолютном фундаменте апологетики абсолютная честность нам дает авторитет нам дает силу действовать вот и вот ее все именовщики они лишаются своего бизнеса но ничего сказать не могут что иисус если бы иисус сказал что уходите я буду торговать потому что ваши не санис достаточно чистый когда мы начинаем сравнивать вот у нас лучше чем у вас мы всегда будем в проигрыше наше благовестие очень часто приходите к нам вас меньше пью у нас меньше развода нас меньше блуда там прочее но на самом деле не должно быть именоваться не должно но есть понимаете на себя посмотрите значит говорит что я не хочу не хочу идти в церковь там слишком много там одни лицемеры я с тобой совершенно согласен приходи еще на одного места всегда найдется вот то есть мы не должны прикидываться что мы лучше чем нам не безразлично современная церковь и у нас есть что ей предложить поддержите наш проект молитвой финансами информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте 3wtv seminary.com пример использования ложной альтернативы в назидательных целях и вам помните тот самый случай когда к соломону молодому юноше только что севшим на царство пришли две женщины принесли одного ребенка одного на двоих каждый утверждает что это ее ребенок и соломон принимает то что получил название соломоновое решение какие вопросы да будет во всем справедливость рубим пополам половина тебе половину половину тебе половину тебе вот и 1 говорит вот и хорошо пусть ни мнения тебе не достанется 2 говорит лучше отдайте ей лишь бы остался же и на основании этого соломон делает вывод что ты настоящий то есть то что для одной оказывается ложной альтернативой для второй оказывается альтернативной приемлемой и вот это является индикатором то есть для матери ребенка подобная альтернатива неприемлемо наложено по определению и соломон таким образом использует метод логического доказательства который называется от партии метод от противного придутся это абсурдом то есть доведение до бессмысленности считаешь так хорошо вот давай так и будем если твое утверждение действительно истина что из этого следует но наверняка в школе по математике помните доказательства противность мы принимаем точку зрения принимаем преды мы принимаем ложную альтернативу как истинную и смотрим к чему же она тогда в итоге если она его выведет на нас к чему-то невозможному к абсурдному то значит эта альтернатива истинной не является чем доказывается истинность противоположной альтернативы то есть вот здесь вот соломон как бы стратегически умышленно допускает эту ошибку дабы через нее испытать кто же является истинной матерью если вы помните именно через это все поняли насколько соломон мудр что господь ответил на его молитву и и и Субтитры сделал DimaTorzok